Дорогие подписчики, после потопа, который нам принёс такие проблемы в приюте, у нас нарисовалась ещё одна проблема. Вот этот газовый котёл на Вьен, мы его устанавливали где-то два года назад. И сейчас он стал, как я уже озвучивала, думала, где-то прорыв трубы, возможно, и есть этот прорыв трубы, да, он стал сбоить. И получилась такая ситуация, что газовый котёл уже перестал работать, нам негде сушить вещи, у нас холодная вода, фактически, вот у нашей кухни, вот мы на плите греем воду, и только так, но помещение надо высушивать. Проблема заключается в том, что вроде бы новый газовый котёл, и он у нас как бы сломался из-за чего? Из-за того, что нам где-то зимой, если вы помните по видеороликам, вырубили свет, преднамеренно вырубили за неуплату, как они говорят. И как раз это были очень морозные ночи. И произошло замораживание воды в трубах. И когда буквально через день дали электричество, электроэнергию, нам пришлось нагонять давление, что повлекло сбой вот мотора, потому что приходил мастер, скрывал этот газовый котёл, и оказалось, что он говорит, ну просто, говорит, как так вы могли ушатать такой газовый котёл? И вот уже потом в процессе разбирательства выяснилось, что не мы ушатали, а наши руководители вовремя не проплатили за электроэнергию, и поэтому было отключение. Возможно, это было и преднамеренно. Опять ещё раз повторюсь, сделано. Любые способы применяют к нам для того, чтобы выжить из этого приюта. Поэтому нам надо купить мотор. Узнавали, сколько стоит этот мотор, где-то порядка от 18 тысяч, плюс работа. Но нам без газового котла не обойтись, потому что он поддерживает тепло в батареях, и нам надо обязательно срочно закупить и отремонтировать, и надо уже прогревать это здание. Ночью всё равно холодное. Здесь просто так солнышком не разогреется это всё. Продолжение следует...